Добрый вечер, в студии Екатерина Абрамова. Вместе подведем сегодня итоги этой недели. Вообще, ради своих детей родители, самые разные родители, способны на многое. Задача номер один – дать своим детям хорошее образование. И желательно в престижной школе. За это мама и папа готовы ругаться, судиться и даже драться. А при необходимости сменить ребенку прописку. Хроника школьных войн в репортаже Анастасии Глебовой. Долго, больно очень. И долго. Этот мужчина хотел устроить ребенка в элитную нижегородскую школу. А в итоге сам попал в больницу. Чтобы получить заветное место, родители три дня дежурили на улице. На 12-ти градусном морозе. Нервы не выдержали. Между двумя отцами вспыхнула ссора. Разбираться пошли в ближайший подъезд. По-моему, я увидела окровавленного всего. Зрелище жуткое. Я могу единственное, что сказать. Человек, который это делал, наверное, хотел его все-таки убить. Говорят, причиной конфликта стала прописка. Речь идет о набирающей популярность уловке. Накануне подачи документов родители временно регистрируют своих детей рядом с нужной школой. Ведь первыми берут местных. И такая ситуация во всех регионах России. Я понимаю, что по федеральному закону временная прописка приравнивается к постоянной. Но давайте по-честному проверим, что временщики вот эти, это весь сайт, весь интернет пестрит этими объявлениями. И люди покупают прописку. Вот и сыну Натальи Креницыной из Екатеринбурга постоянная регистрация не помогла. Места в первом классе ближайшей школы, она считается одной из лучших в городе, разобрали быстро. Чиновники предложили многодетной маме возить ребенка учиться в другой конец города. А в Петрозаводске дело дошло до суда. Ирина Улькина утверждает, группа родителей наняла охрану и пускала для подачи заявлений только тех, кто в секретном списке. Улькина не попала ни в список, ни в школу. Ее оппоненты подтверждают, охрана и впрямь была. Мы нанимали правильно частное предприятие, но не было такого. Они следили за... чтобы не было драк. Только да. Никого не... они всех пропускали. Всех. Представители школы в данной ситуации соблюдают нейтралитет. Конфликт, если и был, проходил за территорию учебного заведения и без их участия. Я не поняла, кто это. Если это были люди в камуфляжных куртках, таких специальных, ну сегодня они продаются в магазине спецодежда. Ее можно купить. А судья родителей, ну имеют право, наверное, нанять в себе охранника, чтобы обеспечить какую-то безопасность. Суд первой инстанции Ирина Улькина проиграла. Но останавливаться в борьбе за место в классе не собирается. Мы считаем, что доказательной базы было достаточно для отмены именно этой очереди. То есть мы не говорим о отмене всех наборов класса, а именно 48-ю школу, где были действительно нарушения очень сильные, серьезные, которые мы доказали. Поэтому будем готовить апелляцию. Какая она школа родительской мечты и почему из-за нее готовы драться и судиться? Согласно социальным исследованиям, сегодня родители ориентируются в первую очередь на местоположение учебного заведения. Чем ближе к дому, тем лучше. Второе – педагогический состав. Это главный критерий для 70% опрошенных. Третье, на что обращают внимание, это на баллы за ЕГЭ. Далее в порядке убывания участия школьников в олимпиадах, изучение двух и более иностранных языков, наличие в школе собственного бассейна, столовой, свежего ремонта и творческих секций. Академическая гимназия номер 56 в Петербурге – классический пример школы мечты. Входит в число 500 лучших учебных заведений России. Компания по набору в первый класс здесь закончилась в тот же день, когда и началась. Мне очень, как любому нормальному человеку, очень тяжело отказывать людям. Но, к сожалению, школа не резиновая. Мы набираем много первых классов. Девять. Очередей и давки удалось избежать благодаря записи через электронную систему государственных услуг. Доступ к ней есть у любого жителя города. Но обиженных все равно осталось много. Ребенок стал для многих родителей таким же объектом престижности и успеха. И чем в более престижную школу поступает ребенок, тем лучше чувствует себя родитель. То есть так же, как люди хвастаются, гордятся автомобилями или телефонами, или еще чем-то таким же, этим же предметом становится ребенок. У психологов в обиходе уже появился такой термин – рейтинговать. Им описывают состояние, когда человек жаждет только самого лучшего – своего рода перфекционизм. Только в случае с родителями первоклашек это патологическое состояние, не имеющее ничего общего со светлым будущим их детей. Анастасия Глебова, Нахид Бабаев, Роман Ткаченко, Дмитрий Кундряков, Денис Шамонтьев. Программа «Вместе». Ну вот такой вот прошедшую неделю увидели наши корреспонденты, операторы и редакторы. Мы же вернемся к вам в следующее воскресенье. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Вместе интересно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!